Одна из улиц предположительно вела Ковиденской башни, в честь которой назван раскоп. Дерево, дуб, но пока в плохом состоянии. На анализы такие образцы отправить нельзя. Но археологи надеются, что дальше находки будут лучшего качества. Сейчас можно сказать, что на этой улице домов зажиточных рязанцев скорее всего не было. Все предметы быта – простые, керамика, кости, глиняная свистулька и лодочка, вырезанные из дерева первые детские игрушки, найденные в этом сезоне. Хранят лодочку в емкости с водой. Дерево на воздухе начинает разрушаться. Поэтому мы сначала держим в воде, потом немножко обсушиваем и кладем в морозильную камеру. Оно вмерзает в течение нескольких лет, теряет воду, становится сухим и тогда его можно экспонировать. Некоторые кувшины археологам удается собрать по частям. Уникальная находка – изразец с птицей сиреном, предположительно конца 16-го – начала 17-го века. Не исключено, что был изготовлен в Рязани. Прямо во время съемок студенты нашли еще один уникальный элемент – часть керамического рукомойника. Можно сказать, что с помощью этой находки, чем они умывались, как это выглядело примерно, какой был быт у людей. В основном мы находили керамику 17-го, где-то 16-го века. Сейчас мы перешли на пласт 15-го века. Различные кости животных находили. Были индивидуальные находки, но их я не находила. Вот это первая только находка, рукомойник как раз. На этом роскопе работы идут уже третий год, пока сняты полтора метра грунта. Самые интересные находки рассказывают археологи впереди. Чем глубже слой, тем больше вероятность, что он не затронут коммуникациями, и в нем сохранились предметы старины. Археологи называют себя создателями машины времени. На роскопе только один шаг отделяет 21-й век от 15-го, и никогда не знаешь, какие сюрпризы приготовило прошлое.